здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудел на 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность подписывайтесь чтобы жители нашего чудесного доброго позитивного города стало как можно больше ставьте лайки и нажимайте на колокольчик вчера вечером дорогие друзья ко мне заскочила подруга и принесла синабон если бы вы знали как я любила их в прошлой жизни правда тогда слова такого синабона не было они назывались плюшки с корицей и изюмом ну что-то в таком разрезе вы знаете 10-20 лет назад я обожала их делать ну мой мой вес он же набирался не как там некоторые люди знаете говорят от воздуха только посмотрю на еду батюшки а веса набрался от гормональных изменений нет дорогие друзья мой вес набирался от большой и чистой любви к выпечке и конкретно этим синабоном я знаю откуда ноги растут у моего лишнего веса и вы знаете в изготовлении синабонов я достигла огромного мастерства я делала сразу много то есть я тесто замешивала огромное количество я считаю тесто живой субстанцией я всегда с ним разговаривала когда его месила я всегда передавала ему добро когда ты в хорошем настроении делаешь дрожжевое тесто она так хорошо поднимается то есть она великолепная получается я так любила у меня был большой кухонный стол я раскатывала тесто был такой огромный огромный прямоугольник я жирно жирно его мазала маслом или маргарином стародавние времена это был след сливочный маргарин знаете брала этот брусок чуть подтоплены и жирно жирно размазывала его вот поэтому полотну тесто потом я высыпала огромное количество сахара брала так стаканами зачерпывала и насыпала потом огромное количество корицы ну как мы понимаем теперь это было не корица кассия но это даже лучше потому что у корицы натуральной цейлонской у нее более деликатный такой аромат а вот у кассии он божественный он мощный такой и изюм вымытый высушенный и потом я сворачивала вот эту трубку нарезала на собственном булочке на сенабонин китовик выпекала в духовке а потом я делала сахарную глазурь в обязательном порядке и знаете так хаотично неаккуратно поливала глазурью эти булочки сверху потому что чем они неаккуратнее тем они аппетитнее это такой вот закон эти булки получались божественной мягкие сладкие душистый сочный то есть они были божественные и вот вчера подруга принесла эту булку мне а свое она делала она тоже хорошо делает и ушла а булку оставила и я вокруг нее долго ходила долго мучилась а время было уже девять часов вечера и именно тогда в девять часов вечера а ко мне пришла мысль о чем снять мое видео что делать если очень хочется но нельзя первый способ хорошо и давно всем известны это метод скарлетт охара я подумаю об этом завтра то есть я съем это что мне хочется сейчас вечером я съем это завтра утром это очень хороший способ во первых потому что если вы съедите это в начале дня ну что то такое нерекомендованное на вашей диете во первых вы можете это вписать в вашу диету в калорийность и вообще не выйти за рамки или допустим съесть сверх калорийности но по крайней мере рано утром когда организм успеет из-за вашей физической активности все это переработать они отложить в жир как если бы случилось им поздно вечером второй способ справиться это на полную катушку включить вашу силу воли вот в этом случае она сработает потому что сила воли как мы знаем это ограниченный ресурс но на такие короткие схватки ее вполне хватает прямо скажите себе четкой нет и все третий способ это применить утвердительные аффирмации а вы помните я часто на эту тему говорю про аффирмации что нельзя ставить негативные аффирмации я не хочу я не буду а лучше их всегда делать позитивными и вчера я именно так и поступила я сказала себе я контролирую свою жизнь и свои желания я сильная и волевая я справлюсь помните мои любимые слова которые я использую по тысячу раз на дню я справлюсь и чем больше вы повторяете это себе тем большая вероятность что вы справитесь а если вы еще к этому подключите мои любимые позы силы то успех вам обеспечен до завтра вы протянете четвертый способ убежать от соблазна это отвлечься залипните в телефон примите ванну пойдите прогуляйтесь сделайте уроки с ребенком погуляйте с собакой прокатитесь на велосипеде все что угодно что отвлечет нас займитесь любимым хобби вышите что нибудь или свяжите или пойдите в интернет магазин и начните рассматривать красивую нарядную одежду на стройную фигуру это вас замотивирует еще больше пятый способ это тяжелая артиллерия примените жесткий способ представьте себе что будет если вы сорветесь нарушите данное себе обещание вы наберете вес вы не сможете влезть в вашу нарядную красивую одежду вы не сможете легко ходить сорвется ваша намеченная какая-то встреча одноклассников вы будете плохо выглядеть на свидании потому что ваше любимое платье будет на вас плохо сидеть у вас будут больные суставы и одышка то есть такие страшилки хотя это и тяжелая артиллерия и я их не люблю применять но до худой конец как говорится на войне как на войне в крайнем случае и их можно применить и они тоже внесут свою лепту шестое есть еще один хороший способ борьбы с соблазнами это сформировать в себе привычку победителя я поясню мы все знаем что жизнь наша не идеальна что все люди ошибаются что вам соблазны будут на пути попадаться еще не раз что у вас будут могут быть стрессы эмоциональное выгорание когда вам захочется поддаться соблазну а чем опасно то что вы поддадитесь соблазну совсем не тем что я вчера бы съела эту булочку синабон вовсе нет а тем что я сказала бы себе как в прошлые далекие времена я бы сказала себе ну все я сорвала диету мне нет прощения значит теперь ухожу в длительный зажор буду есть все что хочу потому что все равно у меня ничего не получилось это привычка неудачника а формирование в себе привычки победителя это значит что если ты споткнулся нужно просто тут же встать а что это значит это значит что если я съела одну булочку синабон нарушила мою диету это не значит что жизнь моя кончена и можно есть теперь сколько угодно нет это значит что я должна тут же подняться отряхнуться и быстро мгновенно можно сказать встать в строй я всегда говорю в таких случаях одно да такова жизнь это свойственно человеку ошибаться срываться это работа организма работа гормонов это влияние социума все что угодно то есть это нормально и поэтому я тут же встаю отряхиваюсь и иду дальше поэтому на долгие годы моим девизом жизненным девизом стали слова Черчилль я считаю их гениальными успех это путь от неудачи к неудаче без потери энтузиазма вдумайтесь в это от неудачи к неудаче без потери энтузиазма то есть если вы встали на один раз больше чем упали вы победитель и герой то есть все так просто поэтому так важно сформировать вот эту привычку победителя что ничего страшного нет все оступаются это норма для человека оступаться но победит тот кто встанет тут же и исправит свою ошибку и если вы сформируете в себе этот навык то ваша привычка быстро вставать и отряхиваться и идти дальше она принесет вам успех в дальнейшем в любых ваших начинаниях абсолютно в любых не только в сбросе веса итак дорогие друзья резюмируем вышесказанное перед принятием любого решения съесть ли синабон изменить ли работу выйти ли замуж за этого человека мы должны на минуту остановиться и задуматься хотя бы кратко обдумать последствия нашего шага взвесить все за и против не стоит никогда идти на поводу у эмоций потому что эмоции это всплеск всплеск для получения сиюминутного удовольствия никогда нельзя принимать решение на эмоциях нужно успокоиться и включить логическое полушарие и помните что вы должны встать всегда на один раз больше всего на один раз чем вы упали как всегда дорогие друзья я надеюсь на взаимовыгодный обмен опытом с вами если у вас есть какие-нибудь интересные оригинальные работающие способы как вы побеждаете соблазн то есть как вы справляетесь с тем когда вам очень хочется а вот вы себе отказываете ради будущего вашего блага напишите обязательно в комментариях потому что может быть какие-то вот есть способы до которых мы сами своим умом не дошли они окажутся очень нам даже полезными и кстати я вчера булку не съела я удержалась легла спать применила вот эти некоторые свои методики да пораньше легла в кровать почистила зубы и легла чтобы не было соблазнов но зато дорогие друзья с каким удовольствием я ее съела с утренним кофе но я знаете как сделала хотя у меня сегодня был не диетический день она имеется ввиду не на 1400 калорий но я знаете как сделала я кашу сварила половину от моей нормы я не стал уж так заморачиваться чтоб кашу убирать потому что до такой степени жестокой я к себе быть не могу это бесчеловечно но я ее уменьшила ровно в половину прям взяла и располовинила а потом я кофе пью через полчаса после моей каши с каким же удовольствием я взяла этот синабон это было божественно это было непередаваемо и вы знаете когда ты ешь с чувством выполненного долга я же вчера ее вечером на ночь не съела то есть мне ее было есть два неприятнее потому что я чувствовала что я это заслужила своей выдержкой вчера я была на высоте а в конце дорогие друзья как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока пока